Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Coinbase и Visa углубляют свои партнерские отношения после того, как Visa объявила о партнерстве с Circle для того, чтобы интегрировать стейблкоин и USDC от Coinbase в свои платежные криптокарты. Эта новость является очень положительной для Ethereum, так как это первый случай, когда Visa открывает свою сеть для криптовалюты. А нам известно, что USDC построен на базе Ethereum. Прибавьте к этому успешный запуск Bicone Chain, Ethereum 2.0. Сейчас именно из-за этого многие финансовые учреждения начинают снова посматривать на Ethereum. И поэтому, скорее всего, в 2021 году снова пойдут разговоры о том, что Ethereum может продемонстрировать флиппенинг по отношению к биткоину. Думаю, мало кто понял, что я имею в виду, давайте объясню. Но прежде чем я начну, у меня для вас очень важная информация. Дело в том, что вы не поставили лайк под это видео, да, а надо бы поставить. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков под этим видео. Это помогает каналу расти, а меня очень мотивирует на создание нового контента. Большое спасибо за поддержку. Важная информация закончилась. Однажды, достаточно давно, в 2017 году, Ethereum почти совершил нечто немыслимое. Он едва не обогнал биткоин по рыночной капитализации. Это произошло во время сразу двух событий. ICO хайпа вокруг эфириума и раскола в сообществе биткоина, когда произошел хардфорк и появился биткоин кэш. Как же давно это было, чувство будто бы только вчера. В то же время был создан сайт flippening.watch, который отслеживал и отслеживает процесс флиппенинга биткоина и эфириума. Потому что все думали, что он действительно произойдет. Но этого не произошло. Эфириум продолжал терять рыночную капитализацию, однако с начала 2020 года доминирование эфириума снова начало расти. Однако, несмотря на это, между биткоином и эфириумом все еще существует разрыв в целых 50%. Итак, чего будет стоить flippening биткоина и эфириума? То есть, чтобы эфириум обогнал биткоин по рыночной капитализации. И если это произойдет, какая цена будет у эфира? Для начала эфириум не может сделать это на падающих медвежьих рынках. Рынкам нужно обязательно быть бычьими и растущими. Середина хайпа 2017 года, когда эфириуму почти удалось обогнать биткоин, является чистейшим примером такого рынка. Так что нам очень нужен бычий рынок, и даже сейчас, когда рынок просел, очень похоже, что 2021 год все-таки предоставит нам такую возможность. Но так же, как и в 2017 году, эфириуму нужно что-то такое, чего нет у биткоина. То, что захватит внимание рынка. В 2017 году это был хайп-ICO. Что же это может быть в 2021? Я думаю, что это будет DeFi. Децентрализованные финансы – то, чего биткоин не имеет в любой допустимой форме. В то время как DeFi на эфириуме растут и не показывают признаков замедления темпов. К примеру, сейчас в DeFi залочено уже 14 миллиардов долларов. Давайте заглянем к нашему хорошему другу, Google Trends, и посмотрим на термин DeFi за последний год. Как мы видим, рост летнего DeFi-пузыря вызвал рост интереса. Но с тех пор биткоин перехватил внимание рынка, и популярность DeFi упала до минимума за весь год. Однако, к нему снова начинает возвращаться интерес. А теперь посмотрите на поисковый запрос ICO в 2016, перед тем, как в 2017 начался реально огромный хайп. Здесь вы видите аналогичный короткий пик в ноябре-декабре, а затем интерес снова рухнул вниз. Давайте немного расширим график и увидим, что ICO показывает гигантский интерес на протяжении всего 2017 года. Посмотрите, как на этом графике выглядит взрыв интереса к ICO в ноябре-декабре 2016. Его почти не видно. Случится ли это с DeFi в 2021? Я думаю, что вполне. Вот как будет развиваться следующий булран. Конкурентная атмосфера в DeFi снова станет очень яростной. Каждый день будут выходить новые решения, протоколы, усовершенствования. Так много и так часто, что у новичков могут закружиться головы. Но наплыв новичков в рынок DeFi не будет похож на наплыв новичков в рынок ICO в 2017. К примеру, Coinbase, а теперь уже и PayPal готовы объявить о поддержке криптовалют. Но в отличие от прошлого раза, переход инвесторов-новичков от покупки поддерживаемых приложениями PayPal криптовалют до остальных криптовалют произойдет практически мгновенно по сравнению с 2017 годом. Сейчас намного больше возможностей у людей купить просто и без лишней мороки. У вас уже есть доступ к Ethereum и некоторых его DeFi с помощью Coinbase. Также на Coinbase вскоре появятся возможности стекинга Ethereum 2.0, а PayPal запустит поддержку Ethereum в своих приложениях уже в 2021 году. Как мы видим, в 2020 и уж тем более в 2021 знание людей намного лучше, условия намного проще и покупка наиболее дружелюбна к пользователю, чем тогда в 2017. Так что еще один пузырь DeFi точно не станет для меня неожиданностью. И также, как и во время ICO, у нас будет несколько взлетов и падений на протяжении следующего года. Однако влияние на основную сеть Ethereum осуществляется не только через розничных DeFi инвесторов. Также и финансовые институты планируют протестировать DeFi протоколы. Но хватит ли масштабирования у Ethereum для этого? И снова у нас есть противоречивая и всеми обсуждаемая тема. С той лишь разницей, что в 2017 году вопрос был немного другой. Сможет ли масштабироваться биткоин? Теперь мы спрашиваем то же самое насчет эфира. Два дня назад Виталик разместил твит с обновленной дорожной картой, которая заставляет меня думать, что да, Ethereum сможет масштабироваться. Виталик Бутерин сказал, «Дорожная карта, которую я сделал в марте, обновленная, отображает, что было сделано и некоторые недавние доработки самой дорожной карты. Очень многое было сделано, но впереди еще больше работы». Затем Виталик добавил, «О, и Algo Class только что опубликовал свой долгожданный обзор EIP 1559. Давайте хорошо поработаем и очень скоро реализуем это важное экономическое обновление в эфир». Экономическое обновление EIP 1559? Если вы не знаете, это обновление касается сжигания, в котором часть транзакционных комиссий, которая называется базовой комиссией, будет сожжена и исчезнет навсегда. Представляете? Это будет эффективно снижать предложение эфиров и, по идее, сделает эту криптовалюту дефляционной, точно такой же, как и биткоин. Что станет еще одной причиной для того, чтобы произошел флиппенинг. «Виталик» хочет сделать это обновление как можно скорее, но сначала мы самостоятельно взглянем на дорожную карту. Это значительно больше, чем просто экономическое обновление. Оно ведет к обновлению краткосрочного удобства применения. Удобство применения. Все это снова приводит нас к тем транзакциям и комиссиям «Газфиз». Кроме сжигания части комиссии, обновления и IP1559, позволит кошелькам и децентрализованным приложениям надежно удостовериться, что все транзакции их пользователей были добавлены в блокчейн. При этом без требования уплаты дополнительных комиссий от этих пользователей. А также без необходимости в разработке усовершенствованных транзакций и алгоритмов предсказания стоимости комиссий. Все это ради достижения экономии расходов. Это меняет всю комиссионную структуру эфириума, снижает расходы, которые пользователи протокола должны были оплачивать. Буквально соревнуясь с остальными, ведь в блок попадают в первую очередь транзакции тех пользователей, которые оплатили большие комиссионные. Окей, это прекрасное поразительное обновление, которое грядет в сети эфириума. Но, разве с решениями масштабирования второго слоя не должны ли эти комиссии так быть довольно низкими? Если мы вернемся к дорожной карте, там сказано, что улучшение удобства применения также будет для таких способов решения масштабирования, как решения второго слоя. Например, таких, которые называются оптимистик роллап. Оптимистик роллап это решение второго уровня для эфириума, которое позволяет добиться большей масштабируемости и меньшей стоимости транзакций. Неужели, исходя из этой дорожной карты, они будут готовы уже к концу этого квартала? Давайте перейдем к самой сочной части видео, которая будет радовать ваш глаз как инвестора в эфириум. К цене эфириума. Скажу сразу, что все это лишь теория, основанная на моей симпатии к эфиру, а также на том, что они будут следовать дорожной карте, которую опубликовал Виталик Бутерин. И также на том, что биткоин продолжит демонстрировать бычье настроение, следуя четырехлетнему циклу. Сегодня биткоин стоит 18 тысяч, а его рыночная капитализация составляет примерно 330 миллиардов долларов. Если мы предположим, что циркулирующий объем эфириума через 6 месяцев составит примерно 115 миллионов эфиров, если все будет идти как в 2017 году и эфириум начнет откусывать кусочки доминирования у биткоина, то это доведет цену эфира в соответствии с его рыночной капитализацией до 3500 долларов за штуку. Вот я на калькуляторе это все подсчитал. Но подумайте, это лишь в том случае, если через полгода цена биткоина останется в районе 18-19 тысяч, и его капитализация не останется такой же, как сейчас. Что, конечно, навряд ли произойдет, ведь за полгода и курсы капитализации уж точно изменятся. Так что же произойдет с капитализацией биткоина за эти полгода? Кто-то говорит, что она удвоится и станет в районе 700 миллиардов долларов, а каждый биткоин при этом будет стоить 40 тысяч долларов. Если у эфириума все получится и при такой цене биткоина он обгонит его, то за каждый эфир будут давать 6 тысяч долларов. Есть небольшой шанс того, что это произойдет. Однако у меня по этому поводу есть еще одна идея. 1 триллион долларов – совокупная капитализация крипторынка, за первые места, в которые будут сражаться эфириум и биткоин на протяжении первых 6 месяцев 2021 года. Я предвижу, что за эти 6 месяцев биткоин будет немного больше доминировать над эфириумом, в соотношении 60 на 40%. Соответственно, если весь крипторынок будет стоить 1 триллион долларов, то цена биткоина будет составлять около 33 тысяч долларов. При этом капитализация эфириума будет 400 миллиардов долларов, а за один эфириум будут давать 3 с половиной тысячи долларов. Как видите, мы снова видим эту цифру в 3 с половиной тысячи. Очевидно, это вполне себе реальная цена, если рынок криптовалюты будет стоить 1 триллион долларов. Напишите свои мысли по этому поводу в комментариях, а также не забудьте поддержать меня и мой канал лайком. Мне всегда очень приятно, и я заряжаюсь этим на то, чтобы снять для вас новое длинное видео. А меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok